Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о ведической астрологии И о таком известном индийском астрологе, как Арджун Чакраборти Для кого-то, кто сочтет этой рекламой и может выключить, кому интересно, остаемся Почему ведическая астрология, каким образом, каким боком она относится к нашему проекту И зачем мы ее вообще держим как программу и предлагаем людям И проводится обучение по этим программам И мы приглашаем Арджун Чакраборти в Минск При всем том, что он живет в Индии и преподает в Индии И является профессором ведической астрологии в институте Но мы с ним уже много лет вместе Все не просто так На самом деле тема достаточно серьезная И перед тем, как говорить про ведическую астрологию Я вам предложу скачать в интернете Есть такая видеозапись, аудиозапись, как вы найдете Называется «Вынос мозга. Морфологическая основа церебрального сортинга» Лекции Савельева Очень интересная штука получается Если вы внимательно послушаете Потому как устроен мозг у каждого человека Мы приходим сюда, у нас есть определенные планы, задачи на жизнь и так далее У нас есть замысел игры И в то же самое время мы как бы вольны выбирать Все через союз И Так вот в те моменты, когда мы неосознаны Мы действуем по сценарию Который уже у нас в мозге прописан Как набор определенных программ и правил Которым мы будем следовать А осознанно изменить это дело достаточно сложно Вот давяще буквально вчера В Академии наук обсуждали эксперименты, связанные с привязкой Как связано сознание человека с каждым конкретным действием Насколько человек может закладывать смысл в действие И вы знаете, не может То есть он либо может копировать, подражать Либо инстинкты у нас все-таки рулят И вот когда уже знаешь вот эту базу Когда имеешь представление, что все-таки мы очень огромную часть своей жизни проживаем на инстинктах На том, что в нас записано заранее Понимаешь, что за много веков Это знали мудрецы еще давно И за много веков выработалась, даже тысячелетия не веков Выработалась система, каким образом привязать Какая разница, что привязывать Но они привязали планеты И каким-то образом к дате рождения и так далее И выстроили целую систему Которая с одной стороны дает достаточно целостное представление О приходе человека в эту жизнь Потому что все-таки сознание и планеты, и влияние и так далее Все это есть, мы от этого сбежать не можем Выйдите, посмотрите, как только Луна влияет на приливы и отливы А мы говорим вообще о всех планетах Это с одной точки зрения Если мы считаем все-таки этот мир объективно существующим Вот Но как бы там ни было В этом мире еще есть много вещей Вот я, например, чем больше углубляюсь в изучение внутренних состояний сознания человека Тем больше я раскрываю рот и говорю, что я вообще ничего не знаю в этом мире Вообще ничего То есть как будто я только учусь писать даже не крючочки Первые палочки в первом классе А есть люди, которые даже еще в школу не ходили И у них в жизни могут происходить ситуации Которые могут быть предсказуемыми И они не просто могут быть, а зачастую предсказуемые И можно сказать, что вот в тот период тебе не надо там путешествовать А в этот период тебе надо наоборот Что-то, а в этот, а в этот, а в этот С одной стороны, это помогает человеку сориентироваться С другой стороны, зачастую у людей есть тревоги, страхи Когда он приходит, он получает у астролога нормальную психологическую помощь Психологическую разгрузку То есть это две стороны одной медали С одной стороны, у человека есть перспектива, достаточно четкое понимание, что и как А с другой стороны, у него есть возможность Иметь стабильность и внутреннюю, не только внешнюю И какой-то предсказуемый результат и там, и там Так вот, чем мне нравится Вот ведический астролог Арджун Чакраборти Который приезжает ко мне из Индии Он очень грамотный психолог Никогда, ни разу, ни одному человеку он не навесил, не навесил лишнюю тревогу Наоборот, после него люди уходят спокойными Они уверены, что у них все будет хорошо Есть моменты, где напряженные моменты идут по гороскопу Тогда он их помогает человеку советами сгладить Как человеку себя вести, проявлять и так далее И это очень сильные такие консультации у него У него обалденные консультации Я ими пользуюсь два раза в год сама Представляете? И до сих пор, вплоть до Вот он говорит в середине апреля Значит, 17 апреля будет событие Но вот такие попадания просто феноменальны Чем четче вопрос, тем четче ответ Чем более мы сами понимаем ситуацию Тем больше информации может выдать поэтому он Чем меньше у нас в самих голове Чем меньше расплывчатость у нас Там такая неосознанность Соответственно, так может выдать информацию он То есть он опирается на нас Когда берет информацию Хотя при этом мы ему информацию не проговариваем Просто так работает структурный подход Если мы сами близки к осознанию То он поможет нам осознать Если у нас у самих в голове каша То, понимаете, из каши борщ сварить достаточно сложно Вкусный Поэтому Консультация у него, конечно, великолепная И когда человек там звонит И просит записаться на консультацию Я обычно инструктирую Каким образом записывать вопросы Как подготовиться и так далее Это уже все в личной беседе Сейчас нагрузить этим не буду Но если это интересно, можете звонить Мы с вами поговорим Я сама снимаю трубку И по Арджуну работаю я сама Что касается курсов, которые он преподает Он преподает ведическую астрологию У него есть большой базовый курс Он 96 часов За этот курс он успевает впихнуть практически всю астрологию Практически Причем очень интересно Он говорит по-английски Работает переводчик И в тот момент, когда переводчик переводит Он говорит по-английски Люди успевают записывать За 96-часовой курс Это где-то 4 толстых общих тетради В каждой клеточке исписанных То есть пишут люди очень много Почему? Потому что он дает системно Я не встречала больше ни одного астролога Который так четко и системно выдает материал Просто это значит это, это значит это Вот отсюда, а это отсюда Да, объем информации очень большой Но он настолько стройный и системный Что сколько раз были случаи Когда приезжает человек Говорит, я учился там у того гуру Я ездил в Индию Я ездил туда, туда Я так много знаю Потом он садится на курсе у Арджуна Выходит, обнимает в конце И говорит, спасибо, это бомба Просто для того, чтобы взять этот объем знаний Мне надо несколько лет жить в Индии И несколько лет быть при гуру И платить постоянно и так далее У Арджуна все очень системно Очень стройно Очень хороший объем Очень четкие объяснения Более того, он потом поддерживает Отвечает на вопросы Он по скайпу общается с людьми Он искренне любит своих учеников Сертификаты, которые в конце третьего курса Люди получают Они от этого индийского УЗа Вот, то есть их можно получить здесь в Минске И база знаний у него, конечно, широкая Кроме того, у него есть продвинутый курс Это однодневные курсы, углубления Вот в этот раз, например, будет углубление в духовность Ведической астрологии Впервые пройдет в Минске этот курс Но это такие хорошие углубления Там и Накшатры были И разные-разные-разные темы Что будет сейчас в Минске? Сейчас будет базовый курс Это духовная база ведической астрологии Краткая история Различные ветви о планетах 12 домов, знаки, связь между планетами Сочетания и так далее Потом основная природа человека Карьера человека Основы раджа-йоги и финансовых комбинаций Личная жизнь, человека и дети Здоровье человека Основы периодов, сувпериодов планет Основы ведических планетарных транзитов Основы планетарного средства Так, это первый курс Первая часть большого базового курса 32 часа Вот она только сейчас пройдет в Минске Потому что вот этот большой курс Мы разбиваем на три части Чтобы человеку легче было переварить Потому что когда на него грохает Такой объем информации Не все способны выдержать Следующая часть будет Использование созвездий Природа человека Следующее погружение Следующая стадия судейской карьеры Раджа-йога Специальные точки, включающие гороскопы Я иногда проговариваю неправильно Потому что шел перевод с индийского И на самом деле не всегда это было корректно Когда ты особенно в этой теме еще не совсем плаваешь Дальше перспективы детей в деталях Соответствие гороскопов для личной жизни Марс-доши, марс-порока Следующая, кому это понятно, тот знает Следующая стадия здоровья, долговечность Повезло, хороший день Использование навамши, чакры Для более точной диагностики Планетарные периоды, подпериоды Отдельные западные аспекты планет Следующая стадия включает прохождение планет То есть там есть такая цикличность, когда он углубляет, углубляет, углубляет в тему За три блока он каждый раз дает все глубже, глубже, глубже Далее подробнее о средствах правовой защиты Камни, янтры, мантры, огненные церемонии Или хомометаллы, пожертвования, основы исправления, времени рождения То есть ректификацию он дает на втором курсе И третий курс Специальные занятия по карьере и профессии Специальные уроки о браке и отношениях Специальные занятия по ребенку Специальные уроки на здоровье Специальные занятия по транзиту планет Специальные занятия по планетарным периодам Под периодом исключения из правил Подробное исследование средств правовой защиты различных видов Основы харарной астрологии Вот, кстати, консультацию он ведет в харарной астрологии Вот, поэтому беседы с ним просто умопомрачительные Что касается Арджуна Арджун всегда находится в состоянии Он всегда находится в состоянии спокойной любви и радости В состоянии благости Поэтому, когда человек приходит и садится рядом с ним Он забывает, как правило, зачем он пришел Вот, и вот в этом состоянии ведется курс Поэтому информация сразу падает в подсознание Очень хорошо И после этого человек уходит Вроде бы ничего не знает Но вдруг ни с того ни с сего У него открываются Такие моменты Когда вот к нему приходит человек Посоветоваться Там, составить гороскоп Потренироваться А он ему начинает выдавать информацию Он не знает, откуда у него льется эта информация И зачастую ученикам еще надо время адаптироваться К тому, что у них появилась вот эта способность после курса Она включается достаточно у многих людей Я часто об этом слышала И мне нравится, что люди, буквально Пройдя один курс астрологии Арджуна Они садятся на поток уже И это здорово Потому что круче Арджуна на поток Но я не видела, чтобы садили так людей Здорово Вот Вот по сути дела, наверное, по обучению и все Арджун к нам прилетает один-два раза в год Вот он скоро будет опять в Минске С 23 октября Если у вас есть желание, можете присоединиться Группы У нас все группы, которые связаны с такими глубинными Внутренним состоянием сознания Они небольшие Условия обучения комфортные Вы просто приезжаете и проходят занятия Семинар специально в будние дни рассчитан по вечерам Те, кто работают, могут потом присоединиться после работы Вот А те, кто в дневное время могут прийти И с Арджуном побеседовать лично Пройти консультацию Будет он здесь всего одну неделю Даже, наверное, меньше по дням Вот И Вот за это время можно встретиться с интересным человеком Те, кто пропустил в этот раз Я знаю, что Арджун прилетит еще Еще и еще Потому что это реально уникальный человек Его помощь в тех моментах, где мы неосознаны в жизни Она просто уникальна И я сталкивалась Сколько ситуаций было, когда вот он говорит Сделай так и так человеку, как совет Причем он не указаниями говорит У него очень мягкая речь Он всегда говорит Было бы хорошо, если бы вы вот так посмотрели на это И вот так поступили И тогда бы у вас вот такой-то результат мог бы быть Вот Удивительно, насколько он корректен в своих консультациях Вот И На самом деле Те, кто следовал ему совет Его советам Они имели большие плюсы Потому что есть у нас кармические моменты Те, которые мы не осознавали И вот они проявляются в жизни И мы не всегда даже Вот вроде бы Видишь, что все пошла разворачиваться ситуация Мы не всегда ее можем так резко взять и остановить А вот есть какие-то аспекты Которые внутри надо найти И тогда Арджун подсказывает Какие аспекты Рождали эту ситуацию Что надо откорректировать Внутри какие трансформации пройти Поэтому Это, конечно, уникальный человек Это уникальная возможность Без полетов в Индию И без дополнительных приключений Пообщаться с этим человеком Вот Ну и одновременно познакомиться Действительно с очень древними знаниями Которые реально помогают Спрогнозировать жизнь Прогнозировать задачи С которыми мы пришли сюда Он дает очень много подсказок И по предназначению И по работе И по бизнесу И почему угодно Как спрашиваешь Так и получаешь ответ Но тонкости вот эти Я вам могу сказать Дополнительно по телефону Вот как-то о Барджуне Наверное, я рассказала много Если у вас есть вопросы Звоните, задавайте Либо пишите Я еще расскажу Я о нем готова Рассказывать очень много Потому что У нас с ним достаточно Хорошие Добрые отношения Я всегда с любовью Его встречаю в Минске Всегда рада его приездам Мне всегда приятно Общаться с такими Осознанными Глубокими Профессионалами Людьми И так далее Спасибо за внимание С вами была я Наталья Зайцева Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому